В школе-интернате номер 12 в рамках декады работы с детьми и инвалидами проходит очень много мероприятий. Не так давно ее ученики участвовали в галоконцерте фестиваля «1 плюс 1», который прошел в областной филармонии. Этот фестиваль на протяжении шести лет помогал выявить самых талантливых среди людей с ограниченными возможностями. В этом году формат фестиваля изменился. На одной сцене с инвалидами выступали артисты, не имеющие каких-либо отклонений в состоянии здоровья. Напомним, что посетил галоконцерт и губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Ученики Шадринской школы-интерната номер 12 привезли домой заслуженные награды. Так номинации «Сделай сам» гран-при получила Анастасия Утюпина. Девочке 13 лет, она почти полностью потеряла зрение, но Настя все детально чувствует и вдохновляется на создание новых работ. Я слепила такую сцену. Девушка сидит в инвалидном кресле и тянется к коробке, в которой сидят щенки. Но она не может дотянуться до них. И тут молодой человек подает ей щенка. Она смотрит на него и улыбается. Также и диплома лауреата первой степени удостоилась Катя Романчук. Как признали впоследствии члены жюри, они даже не могли предположить, что работы из глины выполнены практически слепыми детьми. Сейчас на этой выставке моей работы нет, но я делала женщину, сидящую с собакой-поводырем и с белой тростью. В фойе школы раскинулась выставка работ юных мастеров. Все желающие смогли проголосовать за поделку, положив копилку мастера конфету. Но это не все направления творческой деятельности, которой занимаются ученики школы-интерната. Покорили зрители фестиваля юные вокалисты Саша Ворошнин и Эдуард Шеверов. Два номера ребят были отобраны в галоконцерты. Они долго готовились, репетировали номер вместе с подтанцовкой в зале областной филармонии. Заразительная энергия юных певцов не осталась незамеченной, и они обзавелись новыми друзьями на конкурсе. Мы познакомились с одним мальчиком, Захаром, и он тоже неплохо, что стихотворение рассказывал, вообще лов. Спеть свою веселую песенку юные таланты смогли на открытии соревнований по дзюдо, которые состоялись между учениками школы-интернатов номер 12 и 16. В результате упорной борьбы победителем оказалась школа-интернат номер 12. Как отметила Оксана Софич, заместитель директора по воспитательной работе, дети с удовольствием участвуют во всех соревнованиях и конкурсах, ведь они стали уже традиционными. Мы уже знаем, что у нас всегда в декабре проходят и выставки, потом на новогодних праздниках, на елках дети получают призы, получают грамоту за эти выставки. Ну и теперь есть, конечно, чем гордиться. Вот такие замечательные победы, которые пришли в нашу школу 5 числа, были привезены из Кургана. Они, конечно, еще больше поднимут интерес. Хочется верить, что проведение таких мероприятий послужит дополнительным полчком проявлению заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.